Комментарии? Ну, про игру даже сегодня не буду говорить, про качество игры, еще про что-то буду говорить, про то, что сегодня нам надо было выиграть, мы это сделали, семья всех, всех и поздравил, поблагодарил, поздравил, поздравил со вторым местом, как оказалось, вот, ну, перед игрой стояла задача выиграть нашу игру, а там, как уже сложились все остальные, мы не могли никак повлиять, поэтому нам надо было зацикливаться на нашей игре, мы, считаю, провели игру достойную, серьезную, вот, обычно не выделяют там никого, но сегодня бы хотел даже выделить, выделить Беллидинова, лучший матч он провел за «Спартак», не так много он их провел, но сегодня был лучший матч, поэтому, думаю, что не вызов его в сборную, сегодня он показал, что, я думаю, что те, кто не вызвал его, ошиблись. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. – А до этого мы что делали? – Ну, да, было 0-3 от Анжи, и было там 2-0 у Рубина, 2-0 и Кубани выиграли, ну, грубо говоря, который там, Кубань проиграл, по-моему, одну игру, последних семи, поэтому, говоря о том, что там, вот только две последние игры, то есть у нас сколько, 75 очков, наверное, минус 6, 69 очков, мы дурака валяли, нам кто-то подарил 69 очков, и мы… Без характера, да, играли, что-то там ковырялись, вдруг у нас нарисовали нам в таблице 69 очков, поэтому абсолютно не согласны, ребята проявляли характер на протяжении всего сезона, были тяжелые моменты, было последнее место после пятого тура, после пятого тура, в конце концов оказались на втором месте, я думаю, вот на протяжении всего сезона все футболисты показывали характер, в каких-то играх лучше, в каких-то хуже. Пожалуйста, представляйте. Ну, сегодня 13-е еще. Скал, после 13-го. А 13-е закончится, мы в 12.01 можете звонить. Сейчас я не отвечу, сказал, после 13-го. После 13-го, да. Может быть. Если пьяный, не буду еще. Так, пожалуйста, еще вопрос. Это от Украины? Да, это от Украины. Спасибо. 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 Так, спасибо. Еще вопросы? Ну, замечательно. Спрашивает про мое? Вы спрашиваете про мое будущее? Он знает, что у вас станет секретарем. Она тоже знает, да? А я еще не знаю, может быть, это. А он уже знает. Понятно. Так, журналист с характером у нас. Так, пожалуйста. Нет, будем отмечать или буду отмечать, не серебро, а буду отмечать окончание сезона этого длинного. Так что, соответственно, раз и второе место, то еще больше отмечать, наверное. Больше не второе место, а именно окончание сезона и сброс всех тех того прессинга, не знаю, эмоций, которые были в течение этого сезона. Чуть расслабиться надо. Вам нельзя отказать, пожалуйста. Сегодня, кстати, Обухово выпустили опять. Да, Обухово, да. Да. Такая обида, это все равно осталось. Поворотится за честь имени. За честь имени. За честь имени. А что еще сделать? Видите, на Красную площадь побороться за честь имени. То есть... А? КДК будет собираться. Нет, КДК может собраться, но в регламенте написано, что они не имеют права отменять карточки. Так, ясно. Будьте любезны. Скажите, для того, чтобы спортовку успешно пройти отбор на групповой этап Лиги Чемпионов, какие позиции, прежде всего, нуждаются поселения? На мой взгляд, я вам скажу, когда мы усилимся, тогда я скажу, тогда вы узнаете. Никогда об этом не говорил, и сейчас, естественно, об этом делать не буду. Но такие позиции есть? Однозначно. Даже в Барселоне есть позиции, где надо усилять. Но желательно вопросы по сегодняшнему матчу. Когда Лига Чемпионов будет стартовать? Валерий Курасов, а что у вас там на матке сегодня? Не странно, потому что футболисты вот одевали сегодня. Такая мощь будет обидеть. Обязательно. Это мы боремся по поводу именики. За честь именики, как вы сказали. За честь. Так, пожалуйста, вопросы еще. Еще вопросы. Пожалуйста. Нет, не были информированы. В перерыве запретил всем говорить, как проходит матч у ЦСКА с Рубином. Да, они спрашивали, сказал, что это нас не волнует. Ну, спрашивали, естественно, да. Сказал, что это нас не волнует, нам надо закончить этот матч выиграть. Ну, когда уже было дополнительное время, уже здесь шло. Там Джубе сказал, что да, что ЦСКА проигрывает. Пожалуйста, еще вопросы. Олег Григорьевич, а больше на полосы не режима спартака при сезоне уговлятых. Но это сразу прибавило по себе перерыва. Есть как стимулизм? Не понял, еще раз. Еще раз. Не слышно. Походу, если взял спартак после перерыва прибавлял в Криви. А в прошлый раз после перерыва прибавила казанцев к Рубине. Стимулировали казанцы к Рубине? Да, мы им сказали, что мы им денег дадим очень многое. Если они выиграли. Во втором тайме особенно. И это шутка на всякий случай. Так, пожалуйста, еще вопросы. Ну, а тем не менее, это успехов. А потом я призываю и вас, и Силкина, оставаться на своем посту, если вас не попросим. Спасибо за попытки. Первая попытка – это задать спартак одновременно народный и современный. То есть, я не знаю. И вторая попытка – поддержать нашу команду. К сожалению, ваши помощники в лице Аскарбаза и Дейнека не доведят, значит, и ваше дело до конца. Единственное, что у нас будет сбой немножко. Сейчас, секунду, одну секундочку. Вопрос какой? Простите. Во в даме чемпионства. Вопрос какой? Вопрос какой? У нас вообще не… Вот нет, я уже закончил. Нет, я уже закончил. Нет. Я вас… Нет. Мы вам очень благодарны, что вы сравнили Валерию Георгиевичу с Тарасовым. Правда, он тренер ЦСКА, но это не так важно. Но сегодня пресс-конференция Карпина, понимаете, да? Правда в том, что против вас есть заговор. Но заговор, как и против всех талантских людей, депутат, вы вышли, как будут в стены. Вопрос здесь. Почему вы сами себя, сами себе этот заговор, слега, добавили? То есть не оставили Егор Титова, когда он находился в команду. Могли бы это сделать? Или оба мне, как это не было? Если бы это сделала, наверное, оставили… Какого Егор Титова? Все, ладно, спасибо. Все, спасибо, все ясно. Валерий Георгиевич, извините, просто… Ты мне уже подарил. Спасибо. Это книга о старости, не о Лугафете, на всякий случай. Не о Тарасове. Книга не о про Тарасова. Так, пожалуйста, еще вопросы. Спасибо.